Итак, и отца нашего Иоанна Златоустого, враждующим против монашеской жизни. Слово первое. Продолжение. Такие. И гораздо еще более тяжелое бедствие потерпели иудеи не только за то, что распяли Христа, но и за то, что и впоследствии препятствовали апостолам говорить, что нужно для нашего спасения. В этом обвинил их и блаженный Павел, и предсказал им эти бедствия, сказав, «Приближается на них гнев до конца» – первое послание Фессалоникийцам 2.16. «Но как скажут, это идет к нам? Мы не отклоняем от веры и проповеди. А какая, скажи мне, польза от веры, когда нет в жизни чистой? Но вы этого, может быть, не знаете, так как еще и все наше незнакомо вам. Посему я приведу вам изречение Христовы, а вы рассмотрите, уже ли тогда в день суда вовсе не подвергнется суду жизнь, но определится наказание только за веру одной догматы? Так Христос, вошедший на гору, увидев окружающий Его во множестве народ, после других наставлений сказал, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». И многие скажут мне в тот день, «Господи, Господи, нет Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им, «Я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». Матфея 7 глава, 21-23 стих и Лука 13 глава, 27 стих. Далее. «Всякого, кто слушает, но не исполняет слов его, он уподобил человеку глупому, который строит дом на песке и делает его удобно разрушимым от рек, дождей и ветров. А в другом месте проповеды он говорит, «Как рыбаки, извлекши сеть, выбрасывают вон худую рыбу, так бывает и в тот день, когда ангелы вернут в печь всех грешников». Матфея 13 глава, 47-50 стихи. «Также, беседуя о разратных и нечистых людях, он сказал, что они отойдут туда, где черт не умирающий и огонь не угасающий». Марка 9 глава. И еще. «Царь говорит, сделал брачный пир для сына своего и увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю». Матфея 22 глава и книга пророка Захарии 3 глава. «Осуждает вот чем он угрожает людям разратным и распутным. А девы, не пущенные в чертог жениха, потерпели это занемилосердие и нечеловеколюбие. Да и другие опять за эту же самую вину пойдут в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам него». Матфея 25, 41. «Осуждаются даже те, которые произносят пустые и праздные слова. От слов своих, говорит, оправдаешься, и от слов своих осудишься». Матфея 12, 37. «Уже ли же тебе кажется, что напрасно мы боимся за жизнь и заботимся с великим усердием о нравственной части любомудрия? Не думай, разве скажешь, что и Христос напрасно говорил все это и еще многое сверх этого? Но все здесь приведено. А если бы я не затруднялся написать длинное слово, то научил бы и из пророков, и из блаженного Павла, и из других апостолов, какое попеченье Бог явил об этой части. Впрочем, считаю, достаточно ли это или лучше не только это, но и малую часть сказанного? Потому что, когда, говорит Бог, то хотя бы Он сказал однажды, должно принимать сказанное так, как бы оно было сказано многократно. Что же скажут, разве остающиеся дома не могут совершать те добродетели, неисполнение которых приносит такое наказание? Хотел бы я и не меньше, а гораздо больше вас и часто молил, чтобы миновала надобность в монастырях, и такой бы настал добрый порядок в городах, чтобы никому никогда не нужно было убегать в пустыню. Но так как все пошло верно, и города, где судили честь законы полны великого беззакония и неправды, а пустыня произвращает обильный плод и бамудрия, то справедливость требует, чтобы вывинили не тех, которые желающих спастись и сторгают из этой бури и волнения, и руководят тихо пристаннее, но тех, которые каждый город делают столь недоступным и непригодным для любомудрия, что желающие спастись принуждены, бывают убегать в пустыне. Скажи мне, если бы кто, полный, взяв свечу, зажег большой и многолюдный дом, злоумышляя против спящих там, то кого бы мы назвали бы злым, того ли, кто будет спящих и выводит из этого дома, или того, кто сначала подложил огонь и поставил такую крайность, как живущих в доме, так и выводящего их. Также, если бы кто, увидев, что какой-либо город находится во власти тирана, поражен болезнью и волнуется мятежом, убедил кого мог из живущих в этом городе бежать на вершины гор, а убедив местье, помог бы им при этом удалении, то кого бы ты стал винить? Того ли, кто обуреваемых среди города людей перевел из этой бури в ту тишину, или того, кто произвел такое кораблекрушение? И не думай, будто дела человеческие теперь в лучшем положении, нежели город, утесняемый тираном. Нет, он в положении гораздо более тяжелом, потому что не человек, а какой-то лукавый демон, захватив, как свирепый тиран всю вселенную, вселился со всем своим воинством в человеческие души. Потом оттуда, как бы из какого кремля, ежедневно посылает всем нечестивые и злобные повеления, ни браки только расторгает, ни деньги приносит и уносит, ни убийства неправедные совершает. Но что много тяжелее этого душу, уже сопрягнувшуюся с Богом отлучает от общения с ним, предает нечистым стражам своим и заставляет сообщаться с ними. А они, раз овладевши ею, обращаются с ней так гнусно и оскорбительно, как свойственно лукавым демонам, сильно и страстно желающим нашего позора и погибели. Сняв с нее все одежды добродетель, одев ее в рубище порочных страстей, грязные, изорванные, зловонные, которые позорят ее более чем нагота, и наполняев ее еще всякую свойственную им нечистотою, они непрестанно хвастаются ненаносимыми ей поруганиями и не знают никакой сытости в этом гнусном и непотребном обращении с нею. Но как пьяницы, когда уже сильно напьются, тогда еще более разгорячаются, так и они тогда особенно неистовствуют и сильнее свирепия нападают на душу, когда наиболее повредят ей, поражая ее, зляя ее со всех сторон и вливая в нее свой яд, и отстают не прежде, как когда приведут ее в одинаковое с собой состояние, или увидят, что она уже отрешилась от дела. Какой же тирании, какого плена, какое возмущение, какого рабства, какой войны, какого кораблекрушения, какого голода небедственнее это состояние. Кто так жесток и суров, кто так слабоумен и бесчеловечен, так несострадателен и безжалостен, что не захочет душу терпящую столько позора и вреда освободить по мере сил своих от этого каянного неистовства и насилия, но оставить ее страдания без внимания. Если же это свойственно только жестокой и каменной душе, то, как скажи мне, мы отнесемся к тем, которые сверх такого невнимания делают еще другое, гораздо большее зло, которые людей готовы броситься в самую средину опасностей, не отказывающихся вложить руки в свои самые упасть зверя, но решающих вытерпеть и смрад, и опасности, чтобы вырвать уже поглощенные души из самой челюсти демона, не только не хвалят и не одобряют, но еще гонят везде и преследуют. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...